Прочный и доходный бизнес Сделать свою жизнь лучше Если бы у вас в руках оказалась четкая система Выполняя рекомендации которой Вы подняли бы свой уровень доходов В 3-4 раза Независимо от того Сколько вы зарабатываете сейчас И при этом появилось больше свободного времени Что бы вы сделали Окажись в ваших руках четкий план достижения успеха Что бы это значило для вас Что бы это значило для вашей семьи Что бы вы сделали с этой возможностью Будьте внимательны Просматривая этот фильм Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 Кого напоминала вам эта муха? Не напоминала ли она тех людей, которые каждый день повторяют одно и то же, не видя выхода? Людей, которые идут по дороге, ведущей в тупик. Кто поставил их на эту дорогу и почему они продолжают идти по ней, понимая, что она ведет в никуда? Эти люди используют модель жизни индустриального века. Как выглядит эта модель? Это детский сад, школа, институт, трудоустройство на предприятие, наработка стажа, пенсия. Основная масса людей, живущих по старой модели, работают на кого-то. Это может быть предприятие или частный предприниматель. Работать на кого-то, обменивая свое время на деньги. Такой способ дохода называется линейным. Вы получаете деньги только тогда, когда вы работаете. Возьмите любую профессию. Водитель автобуса, врач, парикмахер, бухгалтер, строитель. Пока вы выполняете свою работу, вы оплачиваете. Как только вы остановились, остановились и ваши доходы. Но человек не может работать всю жизнь. Когда-то он остановится. И тогда его ждет нищета. Используя линейный вариант дохода, человек никогда не станет преуспевающим, потому что он не владеет своей жизнью. Ответственность за свою жизнь он отдал в чужие руки, в руки своего начальника. Этим людям не стоит рассчитывать на обеспеченную старость и материальное благополучие. Наши бабушки, наши родители каждый день из года в год передают свои знания, свои технологии, свою модель жизни будущим поколениям. Такая старая модель, модель индустриального века переходит в новое время. Но время изменилось. Индустриальный век кончился. Наступил век информационный. Время изменилось. Сегодня другой век и люди. Сегодня несколько минут нужной информации в нужное время могут стоить миллионы долларов. Изменилось время, а значит нужно изменить инструменты, технологию, модель жизни. Задумайтесь. Выживает не самый сильный, а самый восприимчивый к переменам. Это сказал Чарльз Дарвин. Задумывались ли вы хотя бы один раз в своей жизни о том, как было бы неплохо иметь деньги в банке и всю жизнь жить на проценты? Как было бы неплохо иметь какое-то дело и всю жизнь жить на проценты от этого дела? Сделать что-то такое, что приносило бы вам увеличивающийся ежемесячный доход всю оставшуюся жизнь, независимо от того, работаете вы или отдыхаете? Этот способ дохода называется авторский гонорар. Или вы хотите работать всю оставшуюся жизнь для того, чтобы сегодня накормить свою семью? Мы часто закрываем свой разум от новой информации, боясь обмана. Отсюда мы сами закрываем для себя лучшие возможности. Откройте свой ум сейчас. Настало ваше время. Получать линейный доход всю оставшуюся жизнь, меняя свое время на деньги, или уже сегодня начать создавать свой авторский гонорар, который будет увеличиваться из месяца в месяц и приносить вам прибыль, даже тогда, когда вы решите отдохнуть или отойдете от дел. Но как это возможно? Всего два слова – сетевой маркетинг. Да-да, сетевой маркетинг. Если вы удивлены, значит, вы пока не обладаете полноценной информацией о том, что ведущие экономисты и крупнейшие бизнесмены мира называют величайшей возможностью в истории человечества – сетевой маркетинг. Что же это такое, и как вы можете этим воспользоваться? Мы все с вами уже так или иначе задействованы в сетевом маркетинге, но вы пока не получаете за это деньги. Представьте, что вы услышали от своего знакомого о чем-то новом, о новой вещи. Вы просто узнали новую интересную информацию. Вы решили, что обязательно воспользуетесь этой новинкой. Отлично! Но и это еще не все. Оказывается, у вас есть возможность приобрести это не в магазине, а минуя цепочку посредников прямо у производителя со значительной скидкой. Невероятно! Прямо у производителя. Это же абсолютная защита от подделки, и цена гораздо ниже. Конечно, если появилась такая возможность, мы обязательно этим воспользуемся. А дальше мы расскажем об этом своим друзьям. Великая сила рекомендации. Кому вы больше поверите – рекламе по телевизору или вашему хорошему знакомому? Ответ очевиден. Мы все с вами пользуемся рекомендациями знакомых и сами их даем. Особенно сегодня, когда появляется огромное количество очень качественных товаров и услуг, о которых мы раньше даже не предполагали. На какие ухищрения сегодня только не идут продавцы? Это и скидки, и подарки, и дисконтные карты, и лотерея, и многое другое. Но это ли действительно заставляет нас покупать тот или иной товар? Или может быть реклама по телевизору? Нет. Нет более мощной рекламы, чем рекомендация нашего знакомого. Нет более мощной рекламы, чем хорошие отзывы наших друзей. И это – возможность 21 века. Информация, передающаяся из уст в уста, от знакомого к знакомому. Это и есть сетевой маркетинг. Как же это работает? Представьте, что вы пообедали в ресторане. Вам очень понравилась кухня и обслуживание, поэтому вы рассказали об этом своим друзьям. Ваши друзья, по вашей рекомендации, тоже зашли в этот ресторан. Вы помогли ресторану заработать деньги, и друзья на вас были не в обиде. Более того, они сказали вам спасибо. А теперь представьте, что хозяин ресторана в знак благодарности заплатил вам 5% от той суммы, которую затратили ваши друзья, и сделал вам скидку на все последующие обеды. В следующий раз вы воспользуетесь скидкой и расскажете своим друзьям уже об этой возможности. Это значит, что ваши друзья расскажут об этом своим знакомым и тоже получат скидку и вознаграждение. Клиенты привлекают клиентов? Именно. Это мечта любого производителя. Но это возможно при одном условии. Услуга или товар должны быть высокого качества. Иначе мы не сможем рассказать об этом своим друзьям. Вы пользуетесь товарами, которые нравятся вам, и рекомендуете их вашим знакомым. Каждый раз, когда ваши знакомые и их окружение приобретают понравившийся им товар или услугу у производителя, вам начисляют комиссионное вознаграждение. Просто делайте то, что вы уже делаете, и получайте за это деньги. Единственная причина, почему некоторые люди не работают в сетевом маркетинге, они просто не знают, что это такое. Заметьте, вы не занимались физической дистрибуцией, то есть вы ничего не продавали сами. Вы распространяли информацию, то есть получали максимум выгоды для себя. Работая в сетевом маркетинге, вы познакомитесь с большим количеством новых людей из разных городов и стран. Здесь, как нигде еще, вы обретете огромное количество друзей, испытывающих к вам искреннюю признательность и благодарность за свой успех. Работая в сетевом маркетинге, вы будете общаться с преуспевающими людьми, и обучаясь у них, вы будете самосовершенствоваться. У сетевого маркетинга нет границ, а это значит, ваш бизнес может быть международным. Все это ведет вас к независимости. Единственная причина, почему некоторые люди не работают в сетевом маркетинге, они просто не знают, что это такое. А теперь смотрите внимательно. Для того, чтобы начать, вам не нужны большие средства, не нужно обращаться к сотням инвесторов или занимать тысячи долларов. Вы получаете бизнес под ключ. Это значит, он проверен. И не нужно ничего выдумывать. Всем вашим партнерам выгодно, чтобы вы преуспели. Это значит, они передадут вам все технологии и секреты этого дела. И самое главное, это время. То время, которое сейчас так благоприятно, но которое так легко упустить, так же, как и эту возможность. И хотя в народе бытует мнение, что сетевой маркетинг – это несерьезно, вот что о нем говорят внимательные и обеспеченные люди. Роберт Киосаки, автор бестселлера «Богатый папа, бедный папа». Всемирно признанный спикер и учитель по такому предмету, как деньги. Мультимиллионер. Мой «Богатый папа» говорил, самые богатые в мире люди ищут и строят сети, а остальные ищут работу. Хотя сетевой маркетинг не все приветствуют. Сегодня эта индустрия продолжает расти, как мощная финансовая сила в мире. Люди, заинтересованные ведением бизнеса в будущем и своим собственным финансовым будущем, должны иметь объективный взгляд на этот бизнес. Пол Зеймпилзер – экономический советник двух президентов США. К 2010 году индустрия «Веллнес» достигнет одного триллиона долларов. А это – огромные возможности для сетевого маркетинга и его представителей, потому что это самое лучшее средство ознакомления людей с новыми продуктами и услугами, как в США, так и во всем мире. Скоро придет время, когда ваши дети спросят вас об этой уникальной возможности, благодаря которой многие ваши знакомые добьются финансовой независимости. Что вы им ответите? Вы расскажете им, как вы начинали, преодолевали первые трудности, как получали первые прибыли. Или вы будете оправдываться, что не смогли разглядеть эту возможность вовремя и упустили ее. Только не говорите, что вы не знали об этом. Денежный поток по имени сетевой маркетинг уже шумит. Он шумит независимо от вашего мнения или мнения ваших знакомых. Каждый день эта индустрия дает одного долларового миллионера. Придет время, и многие ваши знакомые будут пользоваться этой экономической системой. Но вопрос, от кого они это узнают? И кто будет получать свой авторский гонорар? Что вы будете делать сейчас? Мы знаем одно. Люди думают о жить вам. Разберитесь сами и не позволяйте никому отнять у вас эту возможность и украсть вашу мечту. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова